здравствуйте друзья я иногда ну как из любопытства делаю поиск там в гугле на темы связанные с рабочими визами но в частности виза h1b есть еще виза l которая позволяет делать внутри корпоративные переводы людей из отделения в отделение там из одной страны в другую и я просто помню что там подвисшее есть законодательство которое должны были отменить или утвердить там был разговор на эту тему я так думаю что там потому что должны были в сентябре определить но уже месяц прошел как-то опять куда-то отсрочилась и вот оказывается буквально пару дней назад сотрудники как бы иммиграционных служб получили инструкцию новую которая определяет как нужно делать продление виз если вы знаете виза h1b дается на три года а через три года ее раньше просто автоматически продляли то есть принцип такой были ли какие-то изменения существенные там не очень существенны были ли какие-то изменения если изменений не было то автоматически и продляли то есть это и времени не занимало и как бы денег не стоило ну смысле государственным служащим быстренько раз и там и пошло и мы новая инструкция говорит так что каждый раз когда виза продляется нужно подходить с теми же критериями которые с которыми подходили на момент выдачи этой визы то есть там какая-то сопутствующая документация и так далее то есть того что ничего не изменилось недостаточно надо заново это сделать вот заново заново что-то собрать какие-то бумаги там еще чего-то может быть я не знаю в реальном мире что произойдет то есть может быть там процент два процента там три процента людей действительно им там не продлят я даже не знаю но поскольку наша бюрократическая система в том что касается иммиграции в общем-то буксует там ресурсов мало в ней то всякий раз когда мы говорим про увеличение сроков или там про увеличение объемов работ и так далее так далее это все приводит к тому что там затягивается люди которые подали на продление визы рассчитывая на один процесс ну скажем там подал за три месяца вот а дальше выяснилось что они там будут теперь полгода рассматривать окажется что он на несколько месяцев выпал из вот этого состояния когда он вроде то виза кончилась но это продление нет и так далее вот пошло-поехало то есть речь идет о создании какой-то такой нервотрепки дополнительный с я бы сказал практически нулевым до или там близко близким к нулевом выходом то есть стоит ли игра там сожженных свеч я не знаю но это касается не только виза h1b это также касается визы или которую я дни не там не иммиграционные адвокаты тем более как я от этой визы сюда далеко находился но по-моему его дают лет на пять вот так вот и с ней то же самое поэтому такая вот тенденция вы можете сказать а зачем это делается это вопрос интересный потому что как вам сказать такого прямого ответа смысле в плане вот вот выгода да вот это сделали потратили такие то ресурсы вот такая получилась выгода здесь такого нет и больше того если взять например и сократить количество рабочих виз в целом администрация хочет и легальную даже иммиграцию сократить а уж этих то ну допустим будет у нас меньше инженеров которых мы привезем из других стран там преимущественно из индии там процентов 70 но не привезем мы их вот что мы будем делать но наверное нам придется больше платить тем которые тут потому что будет меньше людей на рынке там я не знаю как это все отразится я позитивного в этом не вижу а руководители ведущих компаний технологических гугла в частности называют это какое-то там слово было чуть ли не идиотизм вот то ли то ли глупость то ли дурацкая то ли идиотизм вот одно из трех я специально так как бы не не всматривался но я видел на эту тему было было сообщение если спросить меня то зачем это зачем это делается я думаю что нужно поддерживать в возбужденном состоянии вот этих вот людей которые считают что угольную промышленность надо восстановить а скажем технологическую можно и грохнуть ну то есть вот вот эти которые там сидят и ждут что сейчас вот мы пацана послали он сейчас весь белый дом разрушить там это вашингтонское болото осушит и вернет америку в замечательное состояние которого они никогда сами не видели но как-то так мысли у них какие-то на этот счет есть поэтому так такое у меня впечатление но как факт я просто на уровне тенденции чтоб вы понимали да то что вы наверно и так понимаете но в данном случае это тенденция не на уровне поговорить а на уровне каких-то мер которые принимаются и то законодательство которое я искал на самом деле что там с ним дальше будет это была мера которую принял президент обама он разрешил женам тех людей которые находятся на h1b а жены соответственно там на h4 но супруги в основном девочки конечно на h4 он разрешил им работать на более ранней стадии оформления грин карты чем это раньше было разрешено то есть она и раньше разрешалась но он разрешил на более ранней стадии и вот как бы в сентябре должно было в суде верховном это рассматриваться должно было в марте но администрация попросила отложить на полгода перенесли на сентябрь рассмотрение я все пытаюсь углядеть что же там они это примут потому что это нанесло очень серьезный ущерб тем людям которые не только на визе h4 с разрешением на работу временным но это нанесло ущерб и просто всем тем у кого нет грин карты например люди которые в подаче на политическое убежище по ним тоже стукнуло потому что но была такая истерика на рынке вот это особенно март-апрель-май этого года когда все требовали грин карту требовали покажи грин карту сейчас как-то успокоилась знаете вот несколько месяцев прошло одно затихло но вот даже не знаю что сказать такая вот такая вот история будешь сами там тогда судить им счастливо